ПРОЗРАЧНЫЙ НЕБОСКРЕБ Евгений Терехин В одном городе был прозрачный небоскреб, и был он такой изящный, стройный и какой-то даже полуреальный, так что нельзя было сказать, существует ли он на самом деле, или это только мираж. Стоял он на самой окраине города и одиноко возвышался над городскими постройками. Людям, смотрящим на небоскреб, казалось, что они смотрят на сон. Но сон этот был очень притягательным, и многим казалось, что к небоскребу можно подойти, прикоснуться и даже зайти внутрь. Но никто никогда к нему не подходил, все видели его устремленные к небу очертания, но никому и в голову не приходило подойти к нему близко. Зачем, думали люди, он такой прозрачный и такой призрачный, что того и пледи растворится в воздухе, а вдруг мы тоже растворимся, если окажемся внутри. Более того, иногда казалось, что небоскреб уже наполовину растворился и как бы вообще ни на чем не стоит, а его вершина вообще терялась где-то в облаках. Ну да, думали люди, эдак от него скоро вообще ничего не останется. Проснемся однажды утром, а его и нет вообще, развеяло ветром. Разве можно так строить? Никакой основательности. И действительно, с каждым днем небоскреб становился все прозрачней, глядишь, бывало, в его сторону, и видишь только устремленные ввысь вертикали, основания и вершины уже не видно, как будто сами линии тоже стали прозрачными и лишь угадывались слегка. Но чем более прозрачным становился небоскреб, тем все больше людям чего-то не хватало, чем более зыбким и нереальным он казался, тем с большей тоской вглядывались они в его очертания. Что-то в нем, конечно, есть, думали они, спеша по своим делам. Неужели завтра совсем рассеется? Хотя, в общем-то, сколько можно витать в облаках? Вздыхали они и переводили взгляд на более осязаемые предметы. И вот однажды приехал в этот город один человек навестить своих давних друзей. Те первым делом повели его на экскурсию по городу, и первое, что он увидел, был прозрачный небоскреб. Он был так поражен его видом, что остановился и долго не мог сдвинуться с места. «Что это?» – спросил он. «Где? А это? Это прозрачный небоскреб. Стоит тут с незапамятных времен», – ответила его спутница и пошла дальше. «Пойдем лучше я покажу тебе старинную улицу». Но проезжий не мог оторвать глаз от небоскреба. Он развернулся и пошел прямо к нему. «Ты куда?» – окликнула его спутница. «Хочу на него посмотреть», – ответил он. «Вернусь к ужину». «Да ты что?» – засмеялась она. «Это же мираж, туда никто не ходит. Он не настоящий, это просто кажется. Да и рассеется он с минуты на минуту». Но гостя уже было не остановить. Он прямой дорогой шел в направлении небоскреба. А тот, казалось, звал и манил его своими прозрачными очертаниями. Прохожие с удивлением оглядывались, когда видели, куда направляется этот странный человек, и пожимали плечами. «Безумец», – думали они. «Конечно, все любят смотреть на небоскреб. Это городская достопримечательность. Но зачем же туда ходить? Есть вещь, на которую можно только смотреть, да и то изредка». Гусь, однако, продвигался квартал за кварталом, и вдруг заметил, что странный небоскреб начал обретать все более четкие очертания. С каждым шагом здание как будто становилось плотнее, реальнее, четче. И вот уже появились нижние этажи. Уже можно было ясно разглядеть крышу. Еще несколько шагов, и он увидел, что стены вовсе не прозрачны, а сделаны из вполне реального бетона и стекла. Подняв глаза, он увидел окна. В них свет и каких-то людей. Один человек стоял у окна и приветственно махал ему рукой. И вот, наконец, он оказался прямо у входа, в высоченное здание, подпиравшее крыши небеса. Он восторженно затрал голову и понял, что таких небоскребов в жизни не видал. Оглянувшись на лежавший вокруг город, он оторопел от неожиданности. Город, по которому он только что шел, сделался прозрачным, зыбким, как бы едва намеченным нечеткими карандашными линиями. Мимо проплывали прозрачные люди, а некоторые проскальзывали прямо сквозь него, и почему-то от этого ему становилось щекотно. «Как же так?» – пораженно подумал он. «Почему все вокруг стало прозрачным?» В этот момент стеклянные двери небоскреба разъехались, и он увидел залитый светом холл, несколько лифтов. Рядом стояло несколько человек, видимо, ожидая прихода лифта. Все они с тихой улыбкой смотрели на него, и он почувствовал, что роднее лиц никогда не видел. Один мальчуган, стоявший рядом с папой, крикнул. «Смотри-ка, этот непрозрачный!» «Да, это настоящий!» – подтвердил отец. Человек удивленно осмотрел себя с ног до головы, с облегчением вздохнул и вошел в здание. Вокруг него были вполне настоящие люди. Он потрогал пол, стены, они были, как и полагается, твердыми. Вдруг перед ним вырос высокий, седовласый старик, державший в одной руке чашку кофе, а в другой – томик шекспировских сонетов. Выглядел он так приветливо, что гость тут же захотел задать ему вопрос. «Простите», – обратился он к старику, «я не здешний. Скажите, почему у вас наружу все кажется прозрачным, а здесь все плотное? Что это за чудо техники?» «Никакого чуда», – ответил старик, весело помахав томиком сонетов, причем точно таким же, какой лежал в кармане у гостя. «Небоскреб прозрачен только для прозрачных людей. Прозрачные никогда не замечают ничего настоящего. Все настоящее им кажется нереальным. Они живут в прозрачном городе, делают прозрачные дела, ходят по прозрачным улицам, говорят с прозрачными людьми. Им кажется, что ничего настоящего не существует, что это сон, выдумка, легкое видение над горизонтом, которое скоро развеется по ветру. Впрочем, так оно и будет. Однажды утром они проснутся и не увидят небоскреба. «Как?» – воскликнул гость. «Неужели он рассеется?» «Нет, он не рассеется», – ответил старик. «Рассеются они. Прилетит озорной ветер и развеет все прозрачное, как пыль. Им будет казаться, что их мир навсегда наполнится тоской, и вокруг не останется ничего, на чем можно было бы остановить взгляд. «Но у меня там друзья», – задумчиво сказал гость. Старик немного помолчал, а потом, глядя ему прямо в глаза, ответил. «Что-то настоящее всегда должно висеть на горизонте. Мы поднимаем взгляд и видим его подобно прозрачному небоскребу, где-то на окраине города. И на какое-то мгновение нам становится не по себе. Только увидев что-то настоящее, мы понимаем, что жили призрачно. Пусть твои зыбкие очертания станут перед их глазами несбыточным сном, и тогда твой устремленный к небу силуэт вселит в них неодолимое желание подойти к тебе поближе. И они подойдут, возденут голову к небу, где высоко в облаках теряются твои черты, и поразятся новому небоскребу. Они увидят, что ты настоящий, а мир за их плечами прозрачный. А потом перед ними распахнется дверь, и возникнет кто-то, призывно машущий им рукой и завозьщий туда, где все реально. В этот момент здание слегка тряхнуло, а через несколько мгновений началось мирное покачивание из стороны в сторону. «Что это?» – встревоженно спросил гость. «Это ветер», – тихо ответил старик. «Нам пора». Гость подбежал к окну и отпрянул от неожиданности. Здание оторвалось от земли и начало медленно подниматься в воздух. На какое-то мгновение в глазах его мелькнула радость, но потом он перевел взгляд на старика, который стоял в середине большого хола с чашкой кофе в руке и пристально смотрел ему в глаза. «Быстрее», – говорил ему этот взгляд. «А то будет поздно». Гость все понял. Он рванулся с места и бросился к входной двери. Двери тихо разъехались, и он, поколебавшись еще мгновение на пороге, выпрыгнул из плывущего над землей здания прямо посреди города. «Что с тобой, сынок?» – проговорил чей-то голос над его головой. Он лежал на спине на тротуаре, и над ним склонилась какая-то старушка. «Ничего страшного!» – прокряхтел гость, поднимая с земли и отряхивая от снега пальто. «Я немного упал». Та взглянула на него как-то недоверчиво и сказала. «Я вообще-то не об этом. Ты весь какой-то прозрачный. Давно не ел?» Гость поднял на нее удивленный взгляд, и лицо его вдруг озарилось улыбкой. Глаза заблесели, и он воскликнул. «Прозрачный! Ура!» «Все, иду есть! Меня как раз ждут к ужину!» Он заключил старушку в крепкие объятия и от всей души расцеловал. Потом развернулся и в припрыжку побежал вдоль домов и кварталов, весело напевая какой-то мотив. А старушка так и осталась стоять посреди улицы, обомлев от неожиданности и восторга. «Ну вот», — проговорила она, опираясь на клюку, «теперь и к соседке идти ругаться не хочется, а ведь в третий раз затопила меня злодейка. Странный молодой человек и прозрачный до ужаса, совсем как наш небоскреб». Она поправила шарф, переложила в другую руку клюку и грустно посмотрела ему вслед. Но на какое-то мгновение морщины лица ее разгладились, и из глаз ушла тоска, и она тихо проговорила сквозь накосевшие слезы. «Что-то я совсем видеть плохо стала. Все вокруг какое-то прозрачное». Субтитры создавал DimaTorzok